Всем привет, дорогие друзья! Это канал Технобар Плюс. Сегодня у нас продолжение видео, как выиграть числовую лотерею. В данном случае, друзья, хотел бы рассмотреть лотерею, которую один из подписчиков мне прислал на анализ. Называется она Lotto D-Site. Сама лотерея подразумевает то, что необходимо угадать 6 шариков из 49. Очень сложная комбинация. Это 6 из 49, 6 из 52 есть еще лотереи, допустим, как вот Суперлото. Если я не прав, поправьте меня в комментариях. Это Суперлото в Украине лотерея. И плюс еще там какие-то номер билета или что-то угадать. Но, друзья, опять же метод, как я еще раз повторюсь, не распространяется на то, чтобы угадывать дополнительные шарики, дополнительные какие-то номера. Все идет только на основные числа. Передо мной 6 последних тиражей, друзья. И, честно говоря, я хотел бы заострить ваше внимание на том, что, опять же, многие пишут, вот выслал, я просмотрел, написал, что не подходит. Эта система проанализировал. Не подходит система моих методов для, скажем так, дальнейших каких-то вычислений в той или иной лотерее. Мне присылают много на почту подписчиков лотерей различных. И, собственно, анализируя их, я в каких-то моментах понимаю, что где-то вот прям вот хорошо. Можно прям вот особо расчеты не делать. И действительно, там выпадают числа, что там можно три номера это так спокойно взять. Но, опять же, друзья, чем меньше шариков, конкретно из которых необходимо выбирать, тем вероятность выше. И шансы выиграть выше намного по методу характеристического числа. Но давайте более к деталям перейдем. Смотрите, это тот самый метод, когда тут лотерея построена на различных, на нескольких, скажем так, алгоритмах. Почему? Потому что, ну, видно уже по выпадению самих шаров, что они имеют определенную, скажем так, взаимосвязь. Да, не все, как говорится, потеряно, но все равно выпадение происходит какой-то хаотичной, скажем так, последовательности, если так можно выразиться. Например, разберем на примере вот тиража. Выпали числа 10, 16, 25, 28, 43, 46. В следующий тираж выпадают 13, 33, 37, 40, 46 и 48. И сразу отмечаю, друзья, что я, естественно, рассчитал пирамиду характеристического числа. Вот тройка наше характеристическое число. И отмечу сразу тот нюанс, друзья, что тройка тут вообще нигде не фигурирует, а фигурируют производные. Но, опять же, как тут, допустим, можно просчитать следующий тираж? Ну, опять же, надо использовать несколько, скажем так, методов. А там, где использовать необходимо несколько методов, друзья, я сразу говорю, это уже как бы вероятность того, что вы выиграете равна там 0,000, сколько-то там. Но, тем не менее, она есть. Смотрите, получается, для того, чтобы рассчитать тоже, допустим, вот 13, необходимо включать метод последовательности пересчета чисел. Вот наша девятка, десятка, 12 идет, потом идет 15, 16, 18 и так далее. Вот тут уже можно, как говорится, вставить 11 сразу, вставить 13 и 14. Опять же, вот она наша 13. Что еще в этом методе, что интересно? Вот таким образом, скажем так, можно где-то попасть. Очень часто повторяются числа, которые выпали в предыдущем поле. То есть, смотрите, допустим, число 46. Один раз, второй раз, третий раз, четвертый раз. Четыре раза подряд повторяется число. И оно связано, опять же, с нашими производными. То есть, 46, 48, все это можно ставить. Допустим, вот здесь метод, да, вот, к примеру, как получилось 46. У нас идет три раза по 48. Понятно, что 48 уже не выпадет. Опять же, по методу я вчера выкладывал видео. Смотрим, друзья, проходим на канал. 48. Но зато 48, минус 48 и минус 48. Вот таким образом. Равно 46. Пожалуйста, вот оно 46. 42 выпало само по себе. Есть. То есть, оно как производное уже выпало. 41 высчитать можно, опять же, 42 и 40. 40 и 42. Промежуточный, опять же, метод последовательного пересчета чисел. Рядом стоящие цифры. 42 и 40. 41. Вот оно, наше 41. Что касается 27, друзья, вот смотрите. Вот 27, как бы, тут, ну, скажем так, никак его невозможно высчитать. 24 производное, 28 производное. 24 производное. Даже если взять 2 раза по 24, плюс 2 раза по 24 за единицу их принять, будет 26, но не 27. Вот как-то так, друзья, все получается. Что касается 14, опять выпало вот таким образом 14. В общем, друзья, я бы рекомендовал. Вот это, кстати, последний тираж. Давайте его сейчас так более детально разберем. Человеку, который играет по этому методу, я бы рекомендовал все-таки ставить. Каким образом, если ставить? Ставить, если вы видите, что повторяются, допустим, числа взаимосвязанные с вашим предыдущим тиражом. Вот их, я считаю, есть какой-то резон ставить. Плюс методом последовательного пересчета. Допустим, что я имею в виду? Вот давайте приблизительный прогноз составим. Вместе с вами, как говорится, в прямом эфире. 39, 40, 41, 39, 42. Ну, тут как бы не хватает числа 40. Это явно. Что касается 35, вот если методом последовательного пересчета, то тут не хватает 35 и 32. Тут не хватает числа 34 и 33 тоже. Есть такое дело. Теперь, кстати, кстати, друзья, 32 и еще 31 можно даже вот таким образом поставить. Что касается вот 35, 37, можно поставить 36. Ну, то есть, в основном, на 36 диапазон идет. Дальше, 6, 7, 4, 6, 7. И опять же, восьмерки нет. И нет пятерки. Вот я бы еще добавил пятерку, добавил бы восьмерку. И добавил бы, наверное, тройку все-таки. И в конце, друзья, еще хотелось бы отметить, что числа, которые взаимосвязаны, вот такие вот одиночные, 49, тут необходимо угадать 6 из 49, они, конечно же, выпадают редко. Редко, потому что, ну, скажем так, это такие числа одиночки. Они выпадают только тогда, когда, вот, допустим, здесь 49, здесь 48 или 47. Вот в таких ситуациях. И прогноз имеем такой, что 34, 33, 31, 40, пятерка, восьмерка, тройка, а также 36. Игроку, который мне прислал это, я бы рекомендовал все-таки смотреть еще, помимо вот этих чисел, которые мы вывели, на сами производные. То есть, выставлять связанные производные, допустим, вот 35, 32, то есть, может выпасть 32, 35, может выпасть 42. Вот такие одиночные числа могут часто выпадать в тираже, без всяких каких-либо расчетов. В этой лотереи вообще очень сложная, честно говоря, лотерея. Я просчитывал ее примерно час, но я вам хочу сказать, здесь, скорее всего, больше будет работать, опять же, сами числа, если они взаимосвязаны, вот, могут выпадать, допустим, вот семерка даже, можно еще семерочку добавить сюда. Сами по себе числа. Числа на повторе. На повторе. То есть, семерка, вот, может выпасть шестерка, рядом с семеркой может выпасть тоже, сами по себе. И второе метод, это производные из пирамиды. То есть, вот они, наши производные. То есть, пирамида составляется, вычисляется характеристическое число, и, собственно, производные его можно тоже пробовать ставить. Опять же, друзья, я не призываю, что прям вот играть надо железобетонно. Можно себя попроверять в этом методе, кто играет в этой лотереи. Она проходит в Германии. Но, тем не менее, я знаю, что меня смотрят из различных стран мира игроки. Мне это очень приятно, друзья. Я, мне очень, как говорится, горжусь, скажем так, тем, что люди все-таки обращают внимание. У людей что-то получается. Некоторые пишут на почту, что да, действительно, есть определенные результаты положительные. И потихоньку люди начинают выигрывать. Мне не жалко. Я, как говорится, делюсь своими знаниями, друзья. И, как говорится, желаю всем удачи. Кому понравилось видео, друзья, на канале Технобар Плюс. Ставим лайк, подписываемся на канал, делимся своим мнением в комментариях. Прожимаем колокольчик, чтобы не пропустить последующие видео. Ну, а я, как обычно, на канале Технобар Плюс. Всех обнял.